В прошлый раз мы с вами разобрались с ресурсом типа пользователей, при помощи которого мы можем управлять пользователями в конечной системе, удалять их, создавать, обновлять их свойства и так далее. Ресурс группу мы не рассматривали, потому что там все осуществляется по такому же принципу, как и управление пользователями, просто управление группой. Сегодня у нас с вами управление таким ресурсом, как файл. Это очень такой мощный функционал папета. Он позволяет нам управлять файлами и директориями в конечных системах. В частности, можно создать файл на нашем папет-сервере и пробросить его на все управляемые машины. И если даже этот файл будет удаляться на этих управляемых машинах или изменяться, то каждая следующая синхронизация будет приводить его в исходное состояние. Можно делать очень много различных задач при помощи ресурса файл. Можно, например, банально управлять планировщиком или файлом etc-host, но у папета есть для этого вообще отдельные ресурсы. Я чаще всего использую ресурс типа файл для того, чтобы пробрасывать какие-то демоны в удаленную систему. Мы сейчас с этим всем разберемся. Чтобы вас настроить, я еще вам покажу свой админский бубен, про который я периодически спрашиваю, что у меня там сзади час стоит на шкафе. Вот такая вот штучка. Мне кажется, он должен быть обязательно у всех. Заводите себе такая джемба хорошенькая, имени. Очень помогает настраиваться. Ну и давайте переходить к нашему ресурсу типа файл. У нас уже часть пятая погружение в папет. Мы продолжаем идти по азам, чтобы ознакомиться с функционалом, после чего с вами начнем писать уже корректные интересные манифесты. Значит, задача на сегодня. Я хочу пробросить профиль баша с моей системы на удаленные машины. Таким образом, чтобы меня баш одинаково себя вел на всех управляемых системах. Я люблю, чтобы у меня везде был баш, и чтобы баш был настроен так, как мне нравится. Если без папета эта задача довольно-таки тяжелая, создать нужный профиль, везде его прокинуть, то с папетом все довольно просто. Мы создадим с вами конфигурацию файлового сервера. Я расскажу на практике, что это такое. И затем мы создадим, собственно, тот файл, который мы хотим прокинуть. И создадим манифест, при помощи которого этот файл будем пробрасывать на удаленные системы. Точнее, даже не пробрасывать, а системы будут приходить к нам. И при синхронизации забирать этот файл. И если этот файл присутствует, у них уже сверять его содержимое содержимое на моем файловом сервере. Прежде всего, нужно сказать, что по умолчанию ресурс типа файл работает таким образом, что источник, то есть содержимое файла, которое мы хотим пробрасывать на удаленные системы, должен находиться у нас внутри модулей. Это, в принципе, бывает удобно, но мы с вами с модулями пока еще не разбирались. Мы работаем с базовыми ресурсами. И мне, на самом деле, вот так вот работать, когда нужно файлы разбрасывать по разным директориям с модулями, не очень удобно. Мне удобнее создать на сервере единую папку, ну, директорию. И из этой директории уже управлять всеми файлами. Для того, чтобы работать с файлами таким образом, нужно настроить конфигурацию файл сервера на пабете. Для этого нам нужно перейти в директорию его конфигурации. Confdir она называется. По умолчанию это edc.puppet.labs.puppet. И вот здесь, вот в этой папке, нам нужно создать специальный файл, который будет отвечать за настройки файлового сервера. Можно поискать типичную конфигурацию этого файлового сервера, типичное содержимое этого файла. Мы с вами создадим просто банальный пустой файл пока. И в нем сделаем минимум настроек. То есть файл должен называться file-server.conf и находиться в confdir.puppet. Если этот файл существует и в нем есть какой-то текст, файловый сервер тогда уже считается настроенным. Текст нас интересует простейший. Нам нужно будет сказать, где будет находиться путь к файлам. То есть для этого нам нужно будет создать новую секцию, написать files. И затем указать путь к этой новой директории. Путь у нас будет edc, допустим, Puppet.labs. То есть тот же самый путь, где мы сейчас находимся. Затем я предлагаю указать путь к код. И в коде создать директорию files. Вот здесь будут находиться у меня файлы в конечной системе. Вообще сейчас еще до сих пор, по-моему, нужно указывать вот здесь вот allow, кому разрешить, кому запретить доступ. Но вообще, я сохраню изменения файла. Для доступа к этим файлам используется file-auth.conf, то есть конфигурация аутентификации вот этого. Начиная с пятой версии Puppet, которую они анонсируют, allow вот этот вот file-server.conf писать не нужно будет. Все будет регулироваться вот этим файлом. Мы сейчас с вами просто создали вот этот вот файлик file-server.conf. Еще раз я вам покажу его содержимое на всякий случай. Шапка files. Путь к тому месту, где у меня будут, собственно, находиться файлы. И разрешить всем доступ. Сразу же давайте создадим эту директорию, потому что ее по умолчанию у меня нет. Я дозаю. Ах ты ж, смотрите-ка, я же опечатку сделал. Сейчас надо будет отредактировать. У меня Puppet почему-то labs. Значит, файл, директорию я создал. А здесь сейчас Puppet заменим на Puppet. Готово. Теперь нам нужно создать тот файл, который я буду везде пробрасывать. Я перейду, наверное, сразу же в эту папку, чтобы в ней все создать. Давайте сразу, наверное, создадим внутри папки с файлами еще под каталоги для каждой среды. У меня же есть с вами production среда и есть среда test. Поэтому предлагаю сразу создать еще и среду test, чтобы файлы у нас лежали организованы внутри вот этой директории по Puppet. Создал и давайте туда перейду. Готово. Значит, что я хочу сделать? Я хочу создать файл .bush.rc, мой профиль Basha. И этот профиль Basha пробросить на удаленные системы. Возвращайтесь к LPI. Кто не помнит, что такое профиль Basha, я вам брошу, наверное, ссылочку в описании к видео, где мы обсуждали Basha. Слышь в том, что я хочу, чтобы при входе в систему у меня была уже готовая среда настроенная. Мы все настройки сейчас не будем делать. Мы можем, например, посмотреть настройки текущие моего Basha в моем домашнем профиле. В домашней папочке у меня есть файл .bush.rc. И это такой большой файл, где много что описано, размер истории, сколько команд там хранить, цвет терминала, какие-то псевдонимы, функции. Мы это все обсуждали, когда у нас был LPI. Я сейчас создам минимальную конфигурацию. Значит, прежде всего я хочу, чтобы у меня выводилось приветствие, и это приветствие было какого-то другого цвета. Для этого есть команда tput. Например, если я скажу echo, укажу затем переменной. Вы можете почитать, в интернете очень много описаний вот этой команды tput. Она очень много что умеет делать, в частности, еще управляет цветом вывода. Сказать то, что я хочу, чтобы цвет текста у меня сейчас был, допустим, двоечка. Ну и пусть выведет, не знаю, hello пусть увидит. Вот так. И видно то, что hello вывелось зеленым цветом, но у меня теперь терминал стал зеленый. То есть по-хорошему мне нужно еще после вывода текста, после изменения цвета терминала, вернуть все в исходное состояние. Для этого у меня есть команда tput, установить фон бэкграунда нулевым. И теперь у меня hello зелененькое, после чего цвет снова стал нулевым. Значит, я вот так вот буду поводить приветствие, просто чтобы вы понимали, что я делаю в файл файле bash.rc. Таким образом я меняю цвет вывода и возвращаю его обратно. Далее, очень интересная задача. Я хочу видеть, насколько у меня заняты диски при входе в систему. Тут все очень сильно зависит от того, как у вас разбиты диски и какие у вас есть файловые системы в конечных управляемых узлах. Например, здесь у меня, если я выведу df-h, я увижу то, что у меня куча файловых систем, но множество из них временные, которые вообще никуда не монтируются, ремонтируются в оперативку. Тут вам уже задача на управление редактором set. Например, я сейчас вижу то, что меня интересуют только две мои реальные файловые системы. Это вот эта реальная файловая система, которая смонтирована в корень, и файловая система boot, которая у меня смонтирована за грузчик. Для того, чтобы это вывести, я вижу то, что разница в том, что у меня эти файловые системы начинаются со слов device. Поэтому я могу сказать set, передать по конвейеру set, вывод команды df-h, и сказать set, чтобы он мне показал только те строки, которые... И тут очень важный момент. По-хорошему я должен сказать вот так вот. Слэш в эту сторону. Те строки, которые начинаются с дел, их, пожалуйста, мне напечатай. Но эта команда у меня не сработает, потому что у меня здесь два раза слэш определяется. То есть в данном случае слэш у меня интерпретируется как часть команды для сэда, а у меня это часть вывода дел. Поэтому мне нужно сказать, чтобы вот этот вот слэш воспринимался как действительно текст, который я ищу в предыдущем выводе. Для этого я ставлю слэш в обратную сторону. Тут можно сойти немножко с ума и запутаться, у кого мало практики, но я говорю, тут просто нужно позаниматься и поделать это самому. И теперь я вижу то, что у меня есть вывод, который мне говорит то, что у меня есть действительно два раздела, и они заняты настолько-то. Я хочу это тоже все добавить в профиль баши. В принципе, я еще добавлю, наверное, вывод даты и времени, но это мы можем с вами не показывать, а сразу создавать такой манифест. У кого будут вопросы по вот этим вот моим замутам, пишите мне в комментариях, я вам постараюсь ответить. Значит, мы находимся в нашей папке, откуда у меня будут браться файлы. Вот она. И в этой папке я просто-напросто создам файл .bash.rc. Вот такой вот файл. И в этом файле я буду сейчас писать все, что я хочу. В частности, давайте я теперь уже скопирую, чтобы время ваше не тратить. Прежде всего, нам нужно для таких файлов обязательно в шапке писать, что эти файлы управляются папетом. Ну, то есть вы можете все, что угодно написать, но чтобы вы понимали то, что если вы в конечной системе какой-то решите отредактировать файл, зайдете в него, и если в шапке написано то, что этот файл управляется папетом, то все ваши изменения будут стерты при следующей же синхронизации папета. Поэтому как бы так в рамках хорошего тона лучше это наверху написать, потому что файл управляется папетом. Дальше. Я хочу, чтобы конечная система меня приветствовала. Таким образом. Я точно так же ставлю зеленый цвет, потом цвет бэкграунда возвращаю в ноль. Следующее. Команда эхо. Я хочу выводить точное время, потому что бывает то, что у меня системы удаленные, сбиваются точное время, потому что у меня там может быть все что угодно, управляемые узлы, МТС и так далее. Поэтому я хочу видеть точное время. Я думаю, эта команда вам понятна. Дальше. Я хочу видеть, насколько у меня заняты диски. Поэтому я вывожу текст, место на дисках. И затем ту самую команду, которую мы с вами сейчас написали. Предупреждаю, она может у нас на конечных системах сработать совершенно по-другому. Поэтому нам надо будет ее проверить, если что, отредактировать. Я думаю, это будет вам домашнее задание. Ну и на всякий случай, несмотря на то, что у меня имя хоста в баше будут видны и так, я хочу еще, чтобы у меня добавлялась строчка, в которой будет написано имя моей машины управляемой. Обратите внимание, я сейчас создал короткий файл bash.rc. И он изменит содержимое bash.rc в конечных системах. А там у нас, если вы помните, вся эта красота цвета, псевдонимы, функции. То есть по-хорошему вам все это нужно запихнуть в этот файл, если вы хотите его прокидывать на удаленную систему. То есть файл должен быть намного больше. Мы сейчас просто разбираемся с функционалом, и поэтому пишем вот такой вот маленький файл. Сохраняю изменение файла, поднимаюсь на пару уровней выше, вспоминаю, где у меня там лежат манифесты. Значит, у нас манифесты лежат в Environments. Дальше в Environments у меня есть среда моя Test. И в этой среде Test у меня есть манифесты папка. И в этой папке манифесты у меня должен быть файл сайт.pp, мой основной манифест для моего сайта. Вот он. Только Vim давайте откроем. И здесь у нас есть то, что осталось с прошлого занятия. Значит, я просто здесь ниже для всех систем допишу новый тип ресурса. Это ресурс типа файл, поэтому я указываю файл, фигурные скобки. Дальше указываю имя этого файла для отображения его в логах, для синхронизации и так далее. То есть, совершенно неважно, как он здесь называется, просто для удобства нашего. Затем я указываю ensure. Убедиться в том, что в конечной системе этот файл присутствует. Ensure файл. И с назначением, то есть, том местом, где должен находиться файл в конечной системе, у меня является домашняя папка пользователя. Это engineer, и там этот файл должен называться bash.rc, собственно, так же, как он называется у меня на сервере. Запятая. Источником файла, source, должен являться файл на моем файловом сервере. Здесь, значит, важный момент. Для начала я должен указать то, что у меня есть файловый сервер. Это указывается таким образом. Puppet, двоеточие, слэш, слэш, слэш. Дальше нам нужно указать название секции в нашем файле файл сервер.conf. У нас с вами всего там одна секция files. Но мы могли создать еще extra files, large files, я не знаю, home files, все что угодно. И хранить их в разных местах. Поэтому здесь указывается имя секции. В моем случае это files. И дальше уже по пути на диске это test.bash.rc. Далее. По умолчанию у меня память синхронизируется от имени пользователя root. Поэтому в конечной системе нам нужно задать корректно владельца создаваемого файла. У меня это будет владелец, инженер. Группа владельцев тоже будет тот же самый, инженер. И режим доступа к файлам, то есть разрешение на файл, у меня должно быть следующее. 0, 6, 4, 4. Нажимаю сохранить изменения. И перехожу в CentOS. В CentOS у меня уже изменения только что применились. Я не стал перезаписывать. Вот эта команда, которая у меня создала синхронизацию с папетом. У меня файла не было. Затем у меня файл появился. И вот все его содержимое. Значит, для того, чтобы проверить, что у меня этот профиль применился, я подменяю юзера на инженера. И вижу то, что у меня у профиля инженера сработал bash.rc. Он показал мне приветствие. Он показал мне место на дисках. И показал имя хоста. Значит, здесь вы видите, есть ошибки. Нужно разобраться, почему имя хоста не работает. Это я вам оставляю. Ну и место на дисках он нам вывел некорректно, потому что по умолчанию у нас, вы видите, он для вот этого большого раздела показал место, занятое свободной отдельной строчкой. Поэтому здесь у нас в выводе это не появилось. Я это оставлю вам. Теперь смотрим в Ubuntu. В Ubuntu синхронизация тоже уже прошла, пока мы возились с CentOS. Поэтому сразу подменяем юзера на инженера. И после того, как мы заходим в систему от имени инженера, здесь уже все применилось корректно. Приветствие, имя хоста желтеньким и место на дисках красиво нам показал. Таким образом, мы с вами сейчас разобрались с ресурсом типа файл. Там еще много что можно делать. Я вам показал базовые вещи, как создать конфигурацию файлового сервера, чтобы у вас файлы могли браться из какого-то единого или нескольких местоположений. После чего мы с вами пробросили профиль полиции в конечную систему. Чтобы вы могли немножечко поработать с этим еще, я вам предлагаю добавить еще в вывод баши, например, последних двух ошибок и IP-адреса сервера. Ну и CentOS починить, чтобы там вывод был нормальный. Очень много можно сделать с ресурсом типа файл. Мы к этому ресурсу будем еще возвращаться и возвращаться, я думаю, каждое занятие, потому что на его основе можно сделать много всего интересного.